всем привет ну вот подходит концу отвратительный 2022 год и ноябрь и месяц у нас дают вот такие вот ассеты которые мы сейчас как раз таки и посмотрим первый ассет это у нас магазин такой небольшой до которым продается одежда ботиночки и шапочки давайте зайдем посмотрим побегаем по нему так давайте сразу поставим фпс чтобы более-менее определять как это у нас работает но это прилично тормозит так пробежимся в общем здесь у нас вот такие вот блоки непонятно элементики типу сидушек в виде трубы деревца магазин здесь у нас вот есть такой вот небольшой фонтанчик ну и магазины просто своем стиле с некоторыми материалами накинуты одежда не такое ощущение что почти одна и та же хотя нет там женские мужские здесь тоже женские но одежда есть совпадающие манекенчики закрытые магазины типа жалюзи с нормалками здесь у нас шапочки шляпные дела как говорится касса небольшая с чеком что у нас тут дальше закрытый магазин с обувью и здесь то же самое но давайте прямо сюда прилетим и пробежимся здесь так ботинки кстати не известно но может быть их можно и на персонажика потом будет одеть здесь все то же самое буковки виде трехмерный модель так посмотрим сеточка у нас но приличная такая естественно все прозрачные элементы у нас красненькие шейдерах но полигонаж на модельках это одежде естественно высокий перейдем ко второму ассета это у нас физик физические физическая система воздействие с предметами образные так назову эту штуку если зайдем да то есть когда персонаж в данном случае вот этот персонаж берется за какой-то предмет у которого есть определенные это да вот я сейчас мышкой вверх вниз до это нажимаю при нажатой клавиши левой клавиши мыши и то есть я не могу двигаться но могу только вот лишь вот эту штуку двигать тоже как хайф лайфе да можно вытащить предмет и он у нас тут жестко крутится нажав правую клавиши мыши мы можем взять предмет покрутить его все стороны ну и так далее то есть все что предметы есть мы можем вот так вот рассмотреть их естественно здесь есть вот такие вот штуки то есть можно по окружности крутить либо вот такая крючку да только вот по определенному радиус углу так скажем даже пароль кстати я не знаю от этого и здесь нигде ничего не сказано ну ладно это нам не особо важно тут есть я кстати прикоснулся коллизии и он ее даже немножко сдвинул смотрите стрелочку у нас двигается да то есть максимальное значение какие-то минимальные значения можно выставить среднее нажатие клавиши можно производить и вот этот диск у нас дает вращение автомобиля то есть он едет по определенному вот можно собирать эти элементы которые там появляются такая мини игра прикольно в принципе в общем вот такая вот штука можно увеличить скорость ну дальше пойдем есть у меня вот это закрутило бывает такое можно поднимать окна и открывать двери то есть нажатие поворот и вверх вниз в общем открывает дверь и она сама закрывается еще при этом но здесь есть какие-то определенные нюансы там можно поднимать крутить здесь в общем надо переводить что написано интересненького есть вот такие слаймы двери да и тоже с ручкой можно также двери открывать задвигающиеся это все то же самое что мы и видели здесь нам показывает в принципе все те же самые значения здесь вот у нас показывает насколько угол повернут далее то что можно сделать чтобы наш поворотный возвращался в свое исходное положение допустим либо вот как здесь становился как необходимо можно повернуть вот так и он вернется в обратное значение можно поднимать определенные предметы видите я за верх взял и он у нас как будто бы привязался к этой точке части точки стула здесь показывается настройки мы особо здесь заморачиваться не будем и просто есть вот такие вот элементы которые сдвигаются на это вот как у нас окна то же самое только лишь вертикальное горизонтальное плоскостью просто в принципе вот прописывается они ну такие двери не очень интересные потому что сложно открывать их здесь все те же самые элементы просто в разобранном виде третий ассет это у нас универсал камера в общем это плагин который позволяет настраивать определенным видом дебаг камера там делать какие-то изменения затухания временные промежутки в общем много нюансов которые не за 5-10 минут разбираются в общем обязательно скачивайте и ставьте в принципе проверьте как она все это работает а мы перейдем уже четвертому так четвертому почему-то он закрылся у меня в общем здесь у нас офис такой небольшой офис давайте перейдем к нему это мы закроем так это у нас офис карта откроем общую часть в общем если вот так вот смотреть это с улицы стекла жалюзи они не рабочие то есть их нельзя будет сделать так посмотрим в общем сразу варфреймовую часть вот эта стенка это отвратительное значение тут полигонов просто очень много то есть если их использовать только частично либо для рендеринга какого-то то есть если мы подлетим здесь можно было вообще нормалками все это сделать но ну вот видите да каждый элемент состоит из определенного полигона тут вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать в общем полигонов это только на одной досочке а здесь как видите очень много загрузки особо то не будет временно но если их слишком много то будет конечно проседать мне показалось но нет есть определенное отражение под определенным углом вот такие вот стульчики столы такой стиль прикольненький здесь зачем-то мокрое сделали кто-то сидел и видимо пролил бутылку воды так либо еще что-то сделал вот кофе выглядит симпатично но прям как-то вроде без нормалки не очень выглядит и вот такую вот комната для конференции видимо хотя чуть-чуть пошире надо было бы сделать фпс как вы видите 120 но в определенных местах до 50 где-то здесь прыгал что-то я заметил было такое при этом ПК в принципе должен держать нормально да следующее мы посмотрим Animal Animated Rain в общем материалы по дождю и так далее да то есть и материалы с дождем связанные давайте сейчас загрузим все это так в принципе без разницы любой можно прогрузить если вот отсюда мы посмотрим вот даже камера специально поставили сюда по стеклу у нас текет вода если вон туда приглядеться где у нас асфальт вот такие вот пятнышки появляются да как будто бы как будто бы у нас и капает дождик даже это переливается вот свет от лампочек этих очень симпатично выглядит так же на столе ну причем такие же капельки камеру режет немножко на стульях на металле на самом деревянном стуле или это пластиковые непонятно в общем ну вот здесь такие вот нюансы я сюда хотел еще пролететь а здесь такая опа стоит зеркало вот так вот получается симпатично давайте посмотрим на оптимизацию по шейдерам включим alt 8 и как видите у нас шейдера просто все красные и это совсем плохо это очень плохо вот если сравнить с нашей диаграммой да это были очень близко к плохо то есть это где-то вот здесь находится все да а ну естественно прозрачные стекла они вот где-то вот в этом промежутке это просто экстремально гадско называется но красиво выглядит да это надо как-то все компилировать но если посмотреть честно говоря это все зависит от материала если мы перейдем к материалу так это у нас instance давайте найдем основной материал все-таки это вот этот наверно нет это не тот давайте в instance зайдем поищем материал который нам нужен это это вот он так ну это у нас вроде на столе да или нет или ничего промахнулся ну давайте лучше на пол посмотрим потому что он совсем красненький такой у нас идет так перейдем к материалу здесь в общем нормалка так и вот этим всем управляет как раз таки нормалка это падение дождя это видимо пятна да скорее всего ну проще скорее всего даже можно посмотреть на стеклах почему то стекла у нас не выделяется так глэс фрейм мат вот он материал так здесь тоже ничего нету ну в общем здесь надо копаться в основном происходит по это смещению нормалей и по всем другим нюансам если посмотреть по инструкциям да вот 204 вот допустим то же самое стекло которое мы хотели посмотреть вот оно и есть вот материал стекла так это вот 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 оно все как раз таки очень жутко даже компиляция шейдеров пошла это вот как раз таки сдвиг нормалей в зависимости от поворотов и так далее что то видимо здесь такое от скорости компиляция шейдеров смотрите и с 1050 инструкций 1090 инструкций это очень много из-за этого у нас вот все такое красное интересно да можно посмотреть так и давайте взглянем на карту так это я кстати здесь карты с растениями так и не увидел так включим нормальный вид так растений здесь нету так растений здесь нету здесь у нас тоже alt 8 и вот тоже самое да все зеленое кроме вот этого прозрачного стекла и вот этого куба где есть такой материал вот кстати куб одинаковые только у одного материала просто стоит а здесь именно как будто бы дождь идет так ну кстати почему травы нету нас походу обманули я чё-то не заметил почему здесь показывают трава какая-то в общем перейдем к следующему это у нас плагин далоудер да взаимодействует с гитхабом в общем вы можете ветку достать скачать загрузить все в общем очень удобненько обновлять что вам необходимо быстрые клавиши быстрая загрузка тоже ставим на на скачивание это вам в любом случае когда-нибудь может пригодиться так еще один у нас ui particle system это такая штука в которой виджете вы можете применять партикловые частицы вот это сто процентов тоже возьмите потому что вы можете сделать какие-то прикольные эффекты где-нибудь на заднем фоне виджете или еще что-нибудь там при нажатии клавиши там бум взрыв такой вот как здесь показывают или искорка работает допустим хотите там 2d игрушечку сделать и вот вот это прям очень может вам пригодится что у нас еще есть здесь связал studio инструментик которые при наборе кода естественно вам выдает блупринты которые вам необходимы да то есть можно выбрать или описывать какие-то нюансы я это особо не читал не смотрел потому что c плюс плюс дело не имея так зибра это в общем такое это такая штука которая дает реалистичную жидкость я уже смотрел люди балуются с этим с этой штучкой то есть они вот в этом кубе получается наполняется жидкость которая подается из определенных мест где у нас подается значение да вот то есть сверху льется и вот здесь она вот заполняется как видите от персонажа есть определенные волны когда он ходит вода взаимодействует с ним с какими-то вот колоннами взаимодействует штучка интересная но мало где можно использовать потому что сильно затратная так но это у нас кнопочка перевода как видите да тут в прошлом месяце нам выдавали японский язык сейчас выдают китайский вроде бы если я не ошибаюсь здесь непонятно что написано давайте переведем у нас японский в общем непонятно какой язык китайский то ли переводчик тупит то ли что так корейский надо посмотреть какой все-таки он язык выбирает что-то и корейский и японский и китайский все написано одновременно такая штука как инструмент блокировщик этого мира в общем привязывает графическое пространство к физическому миру очень непонятная штука мало каких-то объяснений никакого особо видео нету но надо почитать посмотреть подумать что это вообще можно даже запустить и в общем поапределяться что это такое это вещь кому-то интересное но скорее всего у кого есть вот такая бранер 6 доф motion платформ вот такая штука в общем управление всем всем что возможно в общем к ней подсоединяется через булпринты через язык c++ видимо тоже можно ей управлять очень хороший симулятор для авионики наверное какой-нибудь так здесь у нас мегаскан сковые модельки симпатично естественно 24к полигоны это разрешение 4к 7к даже есть некоторые воды в общем есть 24к что-то я не понимаю а это полигоны описывает симпатично можно что-то такое сделать небольшой короткой это видео вот с такими предметами у и тач как вы видите это вот эти изображения для тачей да то есть для мобильного так скажем для воздействия с джойстиком можно поставить все дополнительное в общем такое визуальное так здесь у нас непонятный язык так здесь ничего такого особо это и нету в общем перейдем далее ну то есть визуальные части видимо customisable pathfinder это у нас плагин который будет искать среди вашего пространства путь допустим да вы можете выставить какой-то определенный и вот он будет вот так вот создавать движение пути как в 2d так и в 3d визуализациях штука интересно описано надо посмотреть два человека написали положительные отзывы здесь у нас тоже интерфейс это у нас эпиковские вроде да эпиковские обучения так изображение больше нету кстати ну видимо описывает как допустим какие-то элементы описание что-то делать для своих игр отличный способ сориентировать игроков на сложной карте предупредив о следующем шаге и так далее да какие-то небольшие обучения вот то же самое эпики онлайн обучение по взаимодействию камеры да основная камера фреймворк предположительно на C++ но не точно так вот такая вот штука управление платформой что это за штуковина непонятно давайте посмотрим название хотя бы танген танген контрол серфейс даже впервые слушай что это видимо для людей которые взаимодействуют с камерами может быть со всеми световыми приборами то есть на крупной студии это по-любому должно пригодиться тайм division про это у нас плагин который работает с многопользовательской и однопользовательской игрой в общем настраивает группы персонажей там основную информацию в общем очень похоже на какой-то сетевой код вот система plugin play time division я не знаю что это давайте загуглим может это что-то определенное нет ничего такого описания нету так это у нас анимация по векторной кривой вот такие векторные кривые создаете и анимации движения видимо те же самые двери можно открывать в общем интересно но для этого надо скачать и ковыряться в этом все дорожная карта даже здесь дорожную карту прописали материалы шейдеров на персонажик как видите меняется такие вот шейбера различного вида честно не понимаю куда это может пригодиться но вот допустим вот этот прямо такой этот пикселизованно я не знаю как это обозвать даже материал для какой-то такой небольшой игрушечки топ-даун шутера можно сверху накинуть этот материал и не запариваться с разукраской персонажа ну и далее у нас здесь идут модельки в котором большом количестве как вы видите да тут у нас больше десяти штук то есть камазик это у нас БТР еще один ракетный какой-то комплекс видимо что-то подобное в виде танка но какая-то машина поддержки видимо артиллерия корабль второй корабль еще один корабль беспилотник и куча ракет вот все ракеты которые летают где-то они здесь в анреле уже появились как говорится продали бесплатно все ракеты мира в общем на этом все кому что интересно было напишите но я думаю что здесь очень мало полезных ассетов но вот этот в принципе прикольный некоторые механики здесь можно забрать камера возможно тоже интересно надо смотреть ну здесь чисто модельки здесь здесь я уже не знаю очень затратная штука хоть и красиво все выглядит конечно конечно же гитхаб плагин на мой взгляд очень отлично и а и партикул тоже обязательно надо взять ну и жидкость кое-где побаловаться можно попробовать сделать стакан с водой и там чтобы персонаж ходил с ней и вода такая бутыхалась будет прикольненько в общем до скорой встречи всем пока